Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Олег Кирсанов, президент Рязанской областной федерации «Айкидо». Олег Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, наверное, в первую очередь расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что вообще из себя представляет боевое искусство, именуемое «Айкидо». На самом деле, сложно сказать, да? Чем дольше занимаешься, тем сложнее это объяснить вообще-то. Но вот если процитировать слова сенсея, это основателя «Айкидо», то говорю, что «Айкидо» – это лекарство для больного мира, потому что в мире есть зло, есть беспорядок, потому что люди забыли, что источником всех вещей, ну, происхождением всех вещей является один источник, и нужно вернуться к нему, отбросить эгоистичные мысли. Вот, и тогда, собственно говоря, и получится то самое «Айкидо». Ну, вообще «Айкидо» – наверное, один из многих видов соревнований, где запрещены все виды спорта, где запрещены соревнования. Они запрещены еще основателем «Айкидо», и, соответственно, дальше в развитии всемирный центр «Айкидо», который сейчас и руководит всеми структурами «Айкидо». Ну, вот, если соревнования запрещены, тем не менее, должны же быть какие-то ранги, какие-то, ну, пояса, или вот мастера спорта, я не знаю, кандидаты в мастера спорта, да, бывают? Как это в «Айкидо» выявляется, если нет соревнований? Логично. Ну, есть и международная классификация техники «Айкидо», это, как правило, данные, черные пояса, там, и соответствующие данные. Есть и российская, которая обозначает все определенные разряды, кандидаты в мастера спорта, в мастер спорта. Они присылаются по результатам экзамена. Ученик все равно сдает экзамены, как бы в полном контакте, как положено, допустим. Атака противника действует, и чем сложнее степень, тем сложнее техника, которую он должен демонстрировать. Плюс ко всему, начиная с данных, ученики должны сдавать защиту от нескольких партнеров, одновременно атакующих, и, соответственно, от оружия. Это меч, палка, нож. На этих экзаменах, собственно говоря, присылаются степени. Причем тогда считается, что это не соревнования, если все равно соревновательный элемент присутствует? То есть они показывают мастер-класс, но они соревнуются между собой, нет проигравших? Совершенно верно, да. Потому что, в принципе, любые соревнования прожидают агрессию. Потому что я должен быть первым, я должен быть лучшим, что, в принципе, никак не вписывается в тематику айкидо. Потому что айкидо, кроме того, что оно боевое искусство, это синдез духовных практик. И, соответственно, такое понятие, как эго, агрессия, здесь должно полностью отсутствовать. Тот, кто сдает экзамен, смиренно атакует, но так, как положено. И он, соответственно, также спокойно, не проявляя особых эмоций, волнения, должен спокойно защищаться, атаковать, откидывать. Если человек делает очень жестко, то это не лучший показатель айкидо. Все японцы говорят, понятно, что можно человека бросить очень жестко, человеческое тело очень уязвимо, его достаточно легко травмировать, сломать, что-то еще с ним сделать. Но вот как раз лучшая степень айкидо, когда можно положить без всяких усилий, не травмируя партнера. Именно поэтому айкидо включено в обязательную программу. Многие спецподразделения зарубежных стран и, собственно, практически все страны мира включили в свою подготовку полицейские, именно технику айкидо, для того, чтобы, скажем, не травмировать, а спокойно именно задержать и так далее. Ну вот, насколько я знаю, это достаточно молодой вид спорта. Насколько он популярен на данный момент и в том числе, насколько популярен в нашем городе? Да, официально признан он был где-то в середине 20 века. Основатель айкидо, нарихивающий себя, перешел в другое измерение, скажем так, покинул этот мир в 1969 году. Поэтому, да, достаточно молодой вид, но, как ни странно, очень популярен. В Японии им занимается сейчас на данный момент даже больше, чем каратэ. В других странах тоже очень сильно развивается. Настолько сильно, что, в общем-то, приходится иногда ездить на семинары в другие страны, где, в общем-то, тоже видим великолепную технику айкидо. Очень развето. Айкидо в Европу пришло немного раньше, чем в Россию. В Россию она пришла немножко позже. Но, тем не менее, тоже не могу точно сказать точное количество людей, занимающихся в России, но она равна, явно, где-то больше, где-то около 100 тысяч. Это вот по последнему у нас был фестиваль боевых искусств, посвященный дню рождения основателя айкидо, на котором, собственно говоря, была и конференция, и заседание. Кто даже приезжал нас поздравить Стивен Сигел, известный актер. Он практикует айкидо, у него седьмой данный айкидо. И то, что в своих фильмах он демонстрирует, это классическая техника айкидо. И вот на заседание как раз Сергей Володеленович Кириенко. Это руководитель Минатома, ну и, соответственно, руководитель Национального совета айкидо. Он тоже занимается айкидо, тоже очень хорошая техника. И вот там как раз озвучил где-то цифру, точно не помню, но ближе уже к 100 тысячам. То есть для России это достаточно, в общем-то, хорошо. В нашем городе? В нашем городе у нас где-то занимается порядка 300, где-то около 300 человек, там 300-400 человек. А с какого возраста можно идти заниматься этим видом боевых искусств? В принципе, возраст абсолютно не ограничен. Единственное, должна появиться некая осознанность и сознательное желание тренироваться. Это всё, что требуется. Поэтому мы приблизительно ставим минимальный возраст программы где-то около 6 лет, когда ребёнок становится же более осознанным. А вот конечный возраст абсолютно не ограничен. То есть в любом возрасте можно начинать? Как говорят японцы, вы можете прийти, когда вам уже 90 лет, и заниматься до тех пор, пока не умрёте. Это не имеет значения. То есть если вы можете перемещаться, уже ходить, уже можете заниматься айкидо. Потому что, как говорил сенсей, основатель айкидо, что айкидо не может быть быстрым или медленным. Оно также, как это по-русски, ни внутри, ни снаружи. То есть она по ту сторону времени и пространства. И чем дольше занимаетесь айкидо, тем как раз вы больше можете перемещаться в ту сторону пространства, где понятия силы, времени исчезают. Их просто нет. Поэтому и физическое тело, по большому счёту, если оно может хотя бы немного перемещаться, это достаточно, чтобы заниматься айкидо. Будем иметь в виду. Вот вы сказали, что соревнований не бывает. Да, мы выяснили, что соревнований не бывает. Тем не менее, насколько знаю, где-то в мае какое-то глобальное мероприятие айкидо планируется. Да, совершенно верно. В мае мы празднуем 20-летие Рязанской областной федерации айкидо. То есть достаточно большое такое же. И, соответственно, мы проводим очередной, ну, вместе с городом, проводим очередной фестиваль боевых искусств. Но в данном случае это будет российско-японский боевых искусств. Потому что к нам приезжают, если мы раньше проводили фестивали боевых искусств разные, Корея, Китай, Япония, Россия, то сейчас это будет российско-японский боевых искусств, потому что в Россию приезжают нас поздравить и поучаствовать в этом мероприятии почетные гости, особо гости из Японии. То есть это мастера айкидо и каллиграфии. Каллиграфия, она неразрывно связана с боевыми искусствами. Говорят, что можно определить по тому, как человек владеет боевыми искусствами, по его писемности, как он пишет каллиграфию. Насколько совершено его владение мечом, рукой, кистью. И многие мастера боевых искусств в разных странах, Корея, Китай, Япония, вместе с боевыми искусствами практикуют каллиграфию. И вот к нам как раз приезжают особо гости из Японии, чтобы вместе с нами потренироваться, провести мастер-классы по айкидо. Но это в основном больше для детей. Потому что Мисусан, это сенсей в Японии, который ведет очень много детей, тренирует. Она как раз приедет, и она считается одним из лучших каллиграфов Японии. Когда и в смысле какого числа и где пройдет фестиваль? Фестиваль будет проходить с 13 по 15 мая во Дворце детского творчества. Три дня будут тренировки, и 15 мая, соответственно, торжественное открытие и проведение именно самого фестиваля боевых искусств. Это показательные выступления русских фехтовальщиков, десантного училища и многих японских видов боевых искусств. В общем, приглашаются зрители, будет эффектно и красиво. Конечно, да. Будет очень эффектно и красиво. Все как всегда. Много музыки, много разных показательных выступлений, праздник, прекрасное общение, чайпитие. Все как всегда. Ну что ж, приходите, друзья, обязательно. Вам, Олег Васильевич, спасибо огромное за столь интересную беседу. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Олег Кирсанов, президент Рязанской областной федерации Айкидо. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова